За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 125 происшествий. Из них 22 преступления, 11 из которых раскрыто. По 11 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 54 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. Пострадал один человек, причинен материальный ущерб. Так, 6 августа 2017 года около 16 часов в селе Нижняя Пеша произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла под управлением несовершеннолетнего 2000 года рождения. В результате происшествия несовершеннолетний водитель мотоцикла санавиации доставлен в хирургическое отделение Ненецкой окружной больницы, где ему оказана медицинская помощь. По данному факту госавтоинспекторами проводится проверка, выясняются все обстоятельства совершенного ДТП. 2 августа 2017 года сотрудниками госавтоинспекции выявлено три водителя в состоянии алкогольного опьянения. Данные граждане уже привлекались к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Так, по итогам семи месяцев текущего года выявлено 175 нарушений правил дорожного движения водителями в состоянии алкогольного опьянения. Основная масса правонарушений аварийно-опасные, влекущие за собой дорожно-транспортные происшествия. Нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей. И согласно статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за повторные нарушения. Штраф до 300 тысяч, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет, а также лишение прав на три года. Однако не всех жителей региона это пугает. В этом году уже 32 водителя, выпив, снова сели за руль. За семь месяцев текущего года за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения выявлено 30 нарушений, повлекших уголовную ответственность. Стражи порядка предупреждают всех водителей, что управляя транспортным средством состояния опьянения, вы не только подвергаете свою собственную жизнь опасности, но и можете причинить вред здоровью или лишить жизни ни в чем не повинных людей. С 1 августа по 30 сентября 2017 года сотрудниками окружной полиции проводится второй этап комплексной оперативно-профилактической операции МАК-2017. Направлены на выявление, предупреждение и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений, уничтожение очагов их произрастания, а также перекрытие каналов поступления наркотических средств растительного происхождения в незаконный оборот. Сотрудники полиции предупреждают жителей округа об уголовной ответственности за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Согласно статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, может повлечь уголовные наказания в виде штрафа до 300 тысяч рублей, исправительных работ, лишения свободы на срок от 2 до 8 лет. Уважаемые граждане, стражи порядка призывают жителей округа сообщать дежурную часть полиции всю неизвестную информацию о гражданах, причастных к выращиванию мака и конопли, как в открытом, так и в закрытом грунте, а также о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону 8-911-650-57-49, 8-818-53-426-42, а также на телефон доверия у МВД 8-818-53-421-52. Анонимность гарантирована. Чтобы завладеть чужими деньгами, мошенники действуют все ухищреннее. Так, в дежурную часть полиции стали обращаться жители округа с заявлениями о мошеннических действиях при покупке мобильных телефонов через сайты интернет-магазинов. Схема мошенничества во всех случаях одинаковая. Жители окружной столицы на сайте интернет-магазинов находили интересующий их мобильный телефон и отправляли заявку на сайт. Через некоторое время потерпевшим перезванивал оператор интернет-магазина и мошенник сообщал, что данный товар имеется в наличии и заказ будет отправлен наложенным платежом. Однако после того, как покупатели оплачивали заказ на почте и вскрывали посылку, вместо гаджета обнаружили там нарезанную бумагу и гарантийное письмо, в котором говорилось, что телефон будет отправлен, когда на счет интернет-магазина поступят денежные средства. На территории Российской Федерации зафиксировано большое количество подобных фактов мошеннических действий. Ни один из жертв аферистов не получил заказанный им товар. Под данным фактом окружными полицейскими проводятся проверки. Стражи порядка предупреждают не заказывать товары на неизвестных и малоизвестных сайтах. Мошенники заманивают своих жертв предложением низкой цены и быстрыми сроками доставки. Не верьте им, будьте бдительны при совершении покупок через интернет-магазины. 6 августа 2017 года сотрудниками ОМВД России по Ненецкому автономному округу проведено рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов в акватории реки Печора Ненецкого округа. В ходе рейда на рыболовно-промысловом участке городской на реке Печора стражи порядка выявили факт правонарушения. Двое жителей Наринмара 82-го и 84-го годов рождения при помощи сплавной сети осуществляли вылов водных биоресурсов без соответствующих на это разрешительных документов. На месте происшествия полицейскими изъяты один экземпляр рыбы породы семга и три горбуши, а также одна сплавная сеть и лодка с мотором. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 2 июля 2017 года начальник управления полковник полиции Олег Яковлев совместно с руководителями тыловых подразделений окружной полиции совершил рабочую поездку в муниципальное образование Заполярного района Ненецкого автономного округа, село Великовисточное и деревня Лабышская. В Великовисточном глава окружной полиции встретился с главой муниципального образования Великовисточный сельсовет Татьяны Ждановой. В ходе беседы начальник управления обсудил с главой администрации проблемы, возникающие в сельских поселениях муниципального образования, а также выяснил, с какими проблемы сталкиваются участковые в ходе своей повседневной деятельности. Руководители тыловых подразделений управления в рамках рабочей поездки проверили материально-техническую оснащенность, кабинеты участковых, условия хранения оружия и боеприпасов, порядок ведения и оформления служебной документации, а также социально-бытовые условия проживания сельских участковых. 3 августа 2017 года в классе службы главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу госавтоинспекторы, сотрудники отдела по вопросам миграции и информационного центра УМВД России по Ненецкому автономному округу совместно с представителями управления и информатизации аппарата администрации округа провели акцию под условным названием «Госуслуги проще, чем кажется». В рамках акции полицейские рассказали сотрудникам МЧС о государственных услугах, оказываемых подразделениями окружной полиции. В свою очередь представители управления и информатизации округа объяснили присутствующим, как быстро зарегистрироваться на портале госуслуг, а также подтвердить или восстановить свою учетную запись. В ходе беседы полицейские рассказали сотрудникам МЧС о преимуществах в получении госуслуг в электронном виде, а также о скидке в 30% при оплате госпошлины за услуги отдела по вопросам миграции и отдела ГИБДД. Всего в акции приняло участие 20 человек. В завершении мероприятия гости ответили на все интересующие вопросы сотрудников Главного управления МЧС. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя!